Приветствую всех поклонников авиации, с вами Fallfire. Наверняка каждый из вас хотя бы раз задавался вопросом, а чем отличается к примеру авиация США от СССР, или чьи штурмовики лучше. Сегодня я коротко расскажу вам про главные отличия между всеми нациями и выделю основные штурмовики каждой из стран. Начнём с Соединённых Штатов Америки. Данная нация обладает одним из самых распространённых пулемётов в игре. Это М2 Браунинг. Он присутствует практически на каждом танке, самолёте и даже корабле. Его можно смело назвать тарисманом. На малых рангах этот пулемёт поможет нам уничтожить наземную технику, потому что многие танки спокойно пробиваются в крышу башни или даже в борт корпуса. Ещё одна отличительная черта большинства американских самолётов – это возможность установки подвесного вооружения. Даже истребитель может себе позволить бомбы и ракеты, а это большой плюс для совместных боёв. Отсюда уже можно понять, что лидером по штурмовой авиации будет США. Именно у них больше всего самолётов с подвесным вооружением. Самыми лучшими я считаю Корсар на Бэре 2.7 и А-36 Апач на 3.0. Также неплохо смотрятся П-40, Гарпун, П-61, Вайлкэт, Баффало и ранее версия Мустанга. Все они пробивают танки в крышу башни, а некоторые из них даже несут с собой бомбы. Сами пулемёты эффективны для Бэра 4.7. Дальше уже становится труднее пробить танки, поэтому нужно выбирать технику либо с огромным вариантом подвесного вооружения, либо с крупнокалиберными пушками. Компромиссом в этой ситуации становится Халкэт, который удачно расположился на боевом рейтинге 4.3. У него имеются 20-м пушки, которые обладают большим потенциалом, чем пулемёты, и хороший выбор подвесного вооружения. В частности, две мощные ракеты Tiny Team. Кстати, на аналогичном Бэре есть ещё Thunderbolt, но там уже загрузка состоит из хваров, а эти ракеты часто не наносят должного урона танка, да и пулемёты, как я уже говорил, становятся не такими эффективными после 4.7. Остаются только бомбы. Ими снабжены практически все американские самолёты. Самыми эффективными из них до Бэра 7.0 остаются штурмовая версия Корсара, Маулер и Скайрайдеры. Также не могу пройти стороной Тайгер Кэта, с его тремя Tiny Team. Ну а на самом 7.0 расположился Скайшарк, самый эффективный в своём классе. Дальше уже идут реактивы. Но перед тем, как мы к ним отправимся, рассмотрим ещё пару необычных самолётов. Один из них Поппи Джей 1Аш, 75-мм пушкой Т-13-1. Другой – XA-38, с доработанным орудием М-10. Оба этих самолёта представляют собой летающий танк. Такой калибр позволяет уничтожить танки не только под прямым углом, но и в борт. А из-за наличия каморных снарядов, спокойно можно сманшотить вражескую наземку. Теперь, что касаемый реактив. В основном, нам придётся брать с собой бомбы, так как очень распространённые ракеты ХВАР не очень-то подходит для уничтожения хорошо бронированных танков. После этого вы откроете для себя мир управляемых ракет – воздух поверхност. Первый самолёт ветки с этим вооружением будет А-4Б «Скайхок». У него в наличии три ракеты. Также ещё можно найти акционный вариант валутного реактива – А-4Б. Он уже способен поднять до пяти таких ракет. Подобное вооружение будет на F-100 и на Фантомах, но там уже боевой рейтинг намного выше. Кто ни разу не сталкивался с этими ракетами, объясню принцип их действия. Предположим, на земле у противника имеется зенитка. В нашем случае это почти всегда будет шилка. Её эффективная дальность поражения доходит до 2,5 километров. Мы же в свою очередь можем пустить ракету на расстоянии в 3 километра, выполнить противоединительный манёвр и с помощью кнопок управления навести нашу ракету на цель. Если что, обучение по настройке будет всегда в описании. В заключении могу сказать, что эти ракеты очень мощные и позволяют всегда уничтожать танки. Следующая на очереди будет Германия. Среди штурмовиков тут выступают отдельные модификации самолётов. В случае с Америкой далеко не каждый немецкий истребитель будет иметь подвесное вооружение. ТБР-3.0 основными штурмовиками будут бомбардировщики Юнкер, Хеншель-123 и Фокевольф-189. Нам придётся всегда скидывать бомбы и уходить на фил для ремонта и пополнения боекомплекта. Но на 3.0 можно уже задействовать Трофейну Ила, который пробивает практически все танки с 23-минитровых пушек и может также сбросить две бомбы калибра 250 килограмм. На аналогичном Бэйре также есть 110-ка, которая обладает пушкой МК-101. Снарядов там, конечно, всего 60 штук, но из-за низкой скорой стрельности с него всё же можно штурмить танки. С меньшим успехом будет попытка сделать это на втором Фридрихе с 15-минитровым пулемётом МГ-151. И, как вы могли заметить, я не включил в этот список Юнкерсы с 37-минитровыми пушками, так как уничтожать с них танки занятие не из лёгких. И, скорее всего, вы просто сдадитесь после первого же вылета. В этом плане лучше всего задействовать Хеншель Б2 с МК-103 или Хеншель Б3 с БК-7.5. Оба этих штурмовика отлично справляются со своей главной задачей – уничтожением вражеских танков. Далее по списку идёт БФ-110Г2. Если вы всё же хотели поштурмить с 37-минитровой пушки, то этот самолёт идеально подходит под эти задачи. В отличие от штуки, 110-ка быстрее и обладает большим боекомплектом. Также на этом БРе есть 410-ка с 50-минитровой пушкой. Урон у него побольше, правда орудие не такое скорострельное. И, к сожалению, до БРа 5.3 у немцев особо нет штурмовиков, кроме премиумного Хенкеля 219, который, кстати, обладает внушительным кроссовым вооружением. В основном нам придётся довольствоваться самолётами с одним или с двумя сбросами бомб. Далее в игру вступает 410-ка с двумя 30-минитровыми пушками МК-103. Это фактически аналог Хенкеля 219, только на БР выше. Но абсолютным лидером по штурмовке на БРе 5.7 будет Дринет 335 Б2. Три 30-минитровой пушки и два сброса бомб превратят любую вражескую наземку в груду бесполезного горячего металла. Для любителей покидать крупные бомбы есть Юнкерс 288 и Хенкель 177. На последнем, кстати, установлены управляемые бомбы Фриц Икс, которые очень приятно скидывать на танкистов. На 6.7 имеется Пульсершторер, реактивный истребитель, вооруженный 50-минитровой пушкой. Раньше у него был очень рандомный урон, но в последнее время его эффективность возросла, и не удавалось уничтожить с него вражеские танки. На 7.0 и 7.3 есть полковая Швальба, вооруженная МК-103 и Хортон 229. Оба этих самолета прекрасно себя могут показать в штурмовке. Однако, на этом немецкая авиация остается практически ни с чем до Бейра 8.7. Реактивный бомбардировщик Арада не способен на себе утянуть всю штурмовку, а добавленный недавно Ил-28 не вооружен мощными ракетами С-24. Единственный самолет, который может что-то показать, это Сихоук на 8.0. И он будет как раз таки премо. Но, зато на 8.7 появляется замечательный Гэддион 101 Р3, который несет 4 управленных ракеты АС-20 Норд. По эффективности они схожи с буллпапами. Также, есть версия Р4, которая правда уже вооружена двумя такими ракетами. Но, завершающим этапом будет лишь МиГ-21, вооруженная АС-24 в количестве 4 штук. И также в долодел, вооруженную двумя АС-20 Норд. Не густо по сравнению с американскими самолетами, но, тем не менее, штурмить можно. Следующая авиационная ветка от Советского Союза. Начинает штурмовка Чайка Жуковского, или обычная И-153. В составе подвесного вооружения этой машины есть 8 ракет РБС-82, которые спокойно пробивают все танки на БРе 2.0 и выше. Кстати, такие же ракеты еще устанавливаются на некоторых И-16. И до боевого рейтинга 2.3 у Советов в основном вся штурмовая авиация будет состоять из легких бомбардировщиков. То есть мы всегда будем сбрасывать бомбы. Под исключение попадает ЛАГ-3 3.4 серии с крупнокалиберной 37-мм пушкой. И, кстати, с очень большим боекомплектом на 36 снарядов. Больше, чем даже у Як-9Т. Пушка пробивает практически все танки в игре. Но вот по урону может нас удивить. Порой при заходе вы можете потратить до 4 снарядов и даже не уничтожить легкий танк. И тогда на помощь приходит первый Ил-2. Это и будет основа штурмовой авиации СССР до БРа 5.3. Ил-2 в различных модификациях способен легко уничтожать все вражеские танки. Для этого у него в арсенале имеются 20 или 23-мм пушки, бомбы и мощные ракеты. Если мы пойдем по акционной ветке, то замечательным штурмовиком я считаю ТСМА и ТУ-2. Оба этих самолета показывают отличные результаты. Далее эстафету передают СУ-6. Самолет обладает двумя 37-мм пушками и имеет в наличии бомбы и ракеты. Неплохой штурмовик. Но вот дальше у Советов провал. До БРа 8.0 нет нормального штурмовика. Приходится использовать самолеты не по БРу. А вот уже на 8.0 нас встречают Ил-28 в штурмовой модификации шестью ракетами С-24. Это отличный штурмовик. Правда из-за своих размеров часто рискует быть сбитым зенитками или даже в БТ. А дальше у нас снова провал. Если не считать нескольких мигов с С-21. Последними штурмовиками считается СУ-7Б и его последующая модификация БКЛ, а также 21-й миг. Советский Союз до сих пор ввает с помощью бомб и неуправляемых ракет. Пока что ракет воздух-поверхность, увы, не завезли. И мы подошли к Великобритании. Начиная от акционного с Хворквиша и заканчивая реактивными самолетами, английские истребители вооружены мощными ракетами РП-3. Их можно взять практически на любом боере. Из всего выделяется москита с 57-мм пушкой. Но, честно сказать, его эффективность меня в последнее время расстроила. Уж слишком много стало рикошетов. Ещё есть варианты с противокорабельными ракетами, но их не так просто применять. В реактивной эре у Британии тоже есть управляемые ракеты и воздух-поверхность. На 8.7 с Кемитар позволяет их взять до 4 штук. Однако, с моё с подобным вооружением всего лишь один, и по БР выше нет ничего кроме бомб и неуправляемых ракет. Так что по штурмовке британцы выиграют только в поршневой эре и среди ранних реактивов. Страна восходящего солнца получилась самая обделённая по штурмовке. Потому что далеко не у каждого японского самолёта найдутся хорошие бомбы. И, наверное, среди всех я могу выделить лишь какие-то 109. И то за счёт 75-ти метровой пушки. Если выделять классических штурмовиков, то под эту категорию попадают и Данкай, и А7М-2. С их ракетами Тайп-5. Но, увы, зачастую у них рандомный урон. В реактивной эре есть только Т-2 с ракетным бомбой с загрузкой и Фантом без буллпапов. Как-то всё грустно. Китай показывает чуть лучшие результаты. Но только из-за того, что у него представлена сборная столянка из авиации разных стран. Тут вам Е-16 с ракетами и П-40 с мустангами. Но в целом у них тоже слабая авиационная ветка в плане штурмовки. Достаточно вспомнить Кью-5 из реактивов, который очень плох. Даже Старфайтер с двумя буллпапами смотрится куда лучше. Ещё одна бедная ветка – это итальянская. Некоторые самолёты ДБР-3.3 владают бомбой с загрузкой, но курсовое вооружение не позволяет им работать по наземным целям. Из интересного – это ИР-81. Он имеет один пуск ракет и одну бомбу. Но по меркам итальянских штурмовиков это превосходный результат. Также на 3.0 есть Пиаджи. Это четырехмоторный самолёт, вооружённый крупнокалиберной пушкой. Вот только толку от него мало. Как только его замечают, только ленивый не стреляет по нему из пулемёта. Причём порой даже свои пытаются его сбить. Не знаю, чему так раздражать танкистов, но в общем эффективность этого самолёта очень слабая. Традиционно на 3.3 имеется Хеншель. Это единственный самолёт ветки Италии, обладающий 30-ти метровой пушкой МК-103. И дальше до 7.3 фактически и нечем штурмить. Есть конечно СМ-91, у которого 6 100-килограммовых бомб, но их сложно реализовать из-за расположения подвесных пилонов. Также есть Г-96 с двумя сотками, и всё, больше ничего. Но зато на 7.3 есть замечательный реактивный истребитель с ракетами РП-3. Вампир отлично управляется и может подарить до 4 фрагов с помощью точных ракет. И ещё парочку вы можете оформить с пушек. Традиционно на 8.7 есть Г-91 с двумя нордами. И на этом всё. Все остальные самолёты будут с неуправляемыми ракетами Мэйти Маус. Ну, или максимум есть Ф-104 с ракетами Зуни. Вот они ещё неплохие. Сразу за Италией идёт Франция. Её начальные ранги усыпены самолётами с пулемётами винтовочного калибра, которые ничего не могут сделать танкам. И лишь по ТС-631 может реализовать 20-ти метровые пушки и пару бомб. За ним следом идёт П-40 и А-35. Также выделяется Хелкайт с помощью двух Танитимов, а в акционной ветке нас ждёт Як-9Т. На 6.0 есть сразу два замечательных самолёта. Это Скайрайдер и Корсар. Оба вооружены до зубов и представляют огромную опасность танкистам. В реактивной эре у Франции есть бомбер с впечатляющей бомбовой загрузкой и три самолёта с ракетами в воздух-поверхность. Это Супермистер, Этендар и Мираж. Также есть Ягуар. Ну, его применить на 10.0 достаточно сложно. Замыкающей нацией будет на этот раз Швеция. Самолётов там немного, и в основном штурмовка будет доступна после Бэйра 3.7, где нам уже встречается А-21. Затем на 4.3 есть Б-18 и финский истребитель. Б-18 отличается 57-мм пушкой и хорошим арсеналом подвесного вооружения, а финский истребитель просто бомбовой загрузкой. Затем нас ждёт очередной провал Д-6.7. Там нас ждёт А-21, только уже на реактивной тяге. В роли штурмовика можно ещё задействовать Жей-29, вот только в отличие от его конкурентов, у него нет управляемых ракет. На 9.0 есть Лансен, который тоже способен реализовать подвесы. А вот Дракен в этот список не попал, потому что, во-первых, это большое летающее крыло, по которому очень легко попасть, а во-вторых, у него нет серьёзных подвесов. Я думаю, сейчас самое время подвести итоги. По подвесам на каждый самолёт лидирует Америка. Если вы хотите почувствовать, что такое разбомбить в каменный век, то ветка США – это ваш выбор. Неплохо себя проявляет Германия, но всё же в некоторых БРах проседает. Советский Союз хорошо себя показывает на начальном этапе. В плане реактивной авиации выделяется всего один-два самолёта, и то без управляемого вооружения. Великобритания отлично себя чувствует за счёт хороших ракет РП-3. На многих самолётах они есть, и вплоть до БР-8.7 они актуальны. Дальше их сменяет Буллпапы. Но самолёт всё лишь один, и больше Британии нечего предложить. Япония, Китай и Италия выглядят аутсайдером на фоне остальных стран. Если не считать отдельных самолётов, то особо штурмить там. И нянцы немного проигрывают вначале, но за счёт хороших штурмовиков на средних рангах и нескольких реактивов с нордами, она держит планку. А вот Швеция обделена самолётами. На низких и средних БРах у неё всё же есть штурмовики, но в реактивах всё очень слабо. В целом, ветка самолётов там небольшая. На этом аналитика по штурму авиации подошла к логическому завершению. Надеюсь, вам понравилось данное видео, и вы оцените его по достоинству. Ну а с вами был капитан Хеншель. Легкий фрагов и чистого неба вам штурмовики.